Да, первая недельная глава, также называется, как и первая книга Торы, называется Берешит. Берешит с первой главы первого стиха по шестую главу восьмой стих. Ига вторая, Исаии, сорок вторая глава, с пятого стиха по сорок третью главу, десятый стих. И начинается. Берешит бара эллахим эдга шамаем в эдгаарец. Вэ гарец гаэта тагу увагу, вэ хошик альпней тагом, вэ рух эллахим мэра хэфит альпней гамаем. Как будет читаться, переводиться в вашей Библии? Да, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий витал над волнами. Или носился там даже у вас написано. Хорошо. И сказал всесильный, да будет свет, и возник свет. И увидел всесильный, что свет это хорошо, и отделился сильный свет от тьмы. Видите, начинается это с какой буквы, из какого слова? Берешит. Интересно, что если бы брали, к примеру, на современный иврит, было бы тахлит, тахлит в начале, да? Матхиль, да. Но Т это получается какая буква? Последняя алфавита, да? Тахлит. Но начинается именно Берешит. В начале. Брош. И почему эта буква Б, она замкнута с одной стороны, да? Если считается справа налево, то что будет? С этой стороны, да, ничего, что нету. А с этой стороны идет начало. То есть, эта буква замкнута с одной стороны. Видите, не с алфавита, имени Божия, Л, да? Но с буквой Б. И это указывает, что до того ничего не было. То есть, Бог был, да? А что было у Бога? Вопрос. Интересно, что если в рятотворении различные другие религии, они употребляют обычно мужское и женское начало, да? Но еврейский Бог, он кто? Он и папа, и мама, да? Он, Бог, Отец Всевосущего, и он, Эль-Шадай, то есть, Бог с материнской грудью. Он имеет в себе начало и мужское, и женское. И вот, Бог решил что-то сделать. Некоторые говорят, что был большой взрыв. Ну, не знаем. Я так думаю, что сколько бы взрывов ни было, не образовалась даже собачья будка. Правда? Не то, чтобы все в дом собрался. И каким-то образом вдруг собрались все атомы. Но Библия говорит, что вначале что? Было слово. Словом Бог создал все, да? И какое это слово будет? Было первое? А будет свет, да? Да будет еги ор. И стал свет. Еще интересно, что если смотреть русский перевод Библии, некоторые даже говорят, что Бог сотворил землю, потом ее разрушил, потом опять сотворил. Потому что вначале сотворил Бог небо и землю, да? И вдруг оказывается, что земля оказалась какая? Пустая, да? Евреи по-другому говорят, что если мы находим какие-то породы, которым миллионы и миллиарды лет, то это не означает, что прошло с момента сотворения миллионы и миллиарды лет. Потому что мир был каким сотворен? Взрослым. Что Бог создал, курицу или яйцо? Да? Взрослую курицу. Потому что цыпленок бы не смог бы вырасти, да? И Адам был какой уже? Взрослый, да? Взрослый, способный к размножению. И поэтому мир был сотворен каким? Взрослым. Как будто бы ему уже миллионы лет. Так это или не так? Это вопросы толкования и вопросы традиции. Ну, если мы лично у Бога спросим, Он нам скажет. Потому что эта книга вообще-то не о творении мира, не о том, как создавалось все, и не история. Это прежде всего отношения человека, да? И Бога. И мы видим, что были вначале эти отношения в гармонии, а потом они были что? Разрушены. А потом они были разрушены. И все же еврейская традиция говорит, в начале сотворения всесильным, небесного и земного. Тогда нет этого напряга. В начале сотворения всесильным, небесного и земного. То есть было сотворено небесное. Не просто небо, да? То есть небеса и все, что к ним принадлежат. И это говорится о физическом небе. Это говорится о духовном мире, да? И когда говорится земля, это гааритс, и все, что к ней принадлежит, это о чем говорится? О материальном мире, да? Ну, видите, даже слово само материя. Это что? Какая у нас материя? Это что? Шелк, или это хлопок, или что? Что за материя? Видите? Ну, бедный наш язык. Поэтому, тем более, книга, которая для пастухов, как мы говорили, да? Она просто говорится, что было что-то, да? Было что-то небесное и что-то земное. И земное было невообразимым хаосом. Это употреблено слово то-гу, да? Во-гу. Во-гу. Мы не знаем точно, что эти слова обозначают, но можно перевести, что было все невообразимым хаосом. Почему же Бог не создал сразу весь мир? Как вы думаете? Я думаю, что Бог любил творить. Вот я в детстве, ну, и потом с сыном разный, я строил модели кораблей, самолетов. Некоторые я делал сам там из деревяшки, ну, как из деревяшки, получается, как из деревяшки. А когда склеиваешь из различных деталей, да, получается красиво. Вот. Ну, можно купить кораблик склеенный, да? А самому склеить лучше? Намного интереснее, правда? Намного интереснее. Вот. Я помню, мне было еще лет 9, наверное, даже. И я увидел в магазине игрушек вот такой, чтобы сделать корабль. И я просил маму, купи, 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 она мне купила. Я был так рад, я был так доволен. Это была германская модель из ГДР. Это было множество, множество мелких деталей. Инструкция на немецком языке, ну, картинки я смотрел и собирал. Там и шлюпочки, и все это я получил. Огромное удовольствие. Я потом сделал много разных моделей, да? Но это моя первая модель, которую я сделал. До сих пор я помню, как это происходило, как я покупал, в каком магазине я это купил, как я это клеил. Я очень многое забыл, да? Но это я помню, потому что это было мое самое первое такое произведение. Это произведение, настоящее. Это было красиво, я его поставил. Правда, он потом упал с этой жертвы, разбился. Но это уже было позже. Но я им любовался, я плакал, когда он разбился. Вот так и Бог. Он очень любит творить. Вот человек и тоже создал творческое начало, правда? Мы тоже любим творить. Правда, не всегда это у нас хорошо получается. Но Бог творец. И земля была невообразимым хаосом, и тьма покрывала бездну, и дух всесильного, витал, употреблено словом мера хефет, над поверхностью вод. Можно много говорить о творении. Но если мы будем говорить о творении, то тогда, что жизнь и все, что на земле, имеет смысл. Потому что создал творец. Да? И он вложил этот смысл во всякое творение. Если же мы будем говорить об эволюции, что случайно все произошло, то тогда мир не имеет смысла, и наша жизнь абсолютно бессмысленная. Правда? Наша жизнь абсолютно... Вообще, теория эволюции Дарвина, мы просто на ней коротко стоим, это даже не теория, а гипотеза. Какая разница между гипотезой? Гипотеза означает основание предположения. То есть это недоказанное утверждение. Предположение или догадка. А теория опирается на какие-то факты. Но нету реальных фактов. И главное, что не может предсказать так называемая теория эволюции дальнейший процесс эволюции человека. Она не может предсказать. Потому что если это все случайно образуется, то мы не знаем, что будет. Правда? Все происходит как-то случайно. А Бог творит и творит с определенной целью. Тогда сразу появляется весь смысл жизни. Если мы сотворены Богом, и если Бог любит нас, то значит мы не просто разумные обезьяны. Обезьяны умные. Ну, обезьяна, да, она похожа на человека. Вот. Кстати, была предложена еще одна теория. Это в Джеффри Борн, Джеффри Борн, директор Йоркского центра по изучению приматов, выдвинул альтернативную теорию, что не человек произошел от обезьяны, а наоборот, обезьяна является дегенеративной ветвью человечества. Но я думаю, что это тоже неправильно, потому что между обезьяной и человеком оказывается очень серьезный промежуток, да? И никакие эволюционные вещи не могли это заполнить. Вот в 1856 году близ Дюссельдорфа в долине Неандер нашли череп человека. Его звали, как вы думаете? Неандерталец, да? Неандерталец. Слышали такое выражение? Так вот, те, кто нашли череп этого человека, знаете, как они считали? Это предполагалось, что это казак-монгол, дизиатировавший в 1814 году из русской кавалерии, насекавших, уходивших из арейного войска Наполеона. Я вам скажу, Неандерталец, это тоже разновидность человека, да? Сейчас останавливаться на этом не будем, но в древности, возможно, это было результатом того, что люди проводили эксперименты на людях, да? Было много разновидностей людей. Были люди 50 сантиметров ростом, и это были люди развитые, были люди 7 метров ростом, потом они, правда, измельчали, и после потопа уже были великаны по триместрам ростом. Помните, их боялись, прибывшие в эры Сесраэль, да? А последних великанов уже уничтожали во времена Давида, да, сыны. Анак, это и означает великан, да. Неанак, то есть сыны Инака, говорят. И все равно это были люди. И ни одну обезьяну так и не нашли, чтобы обезьяна стала человеком. Большинство вот этих так называемых находок, это брали через обезьяны, подпиливали зубы и ставили к черепу человека. Или наоборот, череп человека там, или череп обезьяны ставили к челюсти человека. А однажды нашли одного человека, первобытного, по одному зубу. Но оказалось, что это зуб свиньи. Что же касается разума, то животные имеют душу и имеют разум. И когда Бог создавал животных, некоторые животные, да, они были просто сотворены словом «Ешарцу», «Пусть они шарятся». Да, там, вот, земля, да, «Ешарцу». А некоторые животные сказали, что у них «нефэш», то есть что? Душа. И вот мы говорим, душа – это что? Воля, эмоции, да? И что еще? И разум, да? Вот разум, говорят, если очень разумное существо, значит, это уже человек. Если глупое существо – это обезьяна, да? Но все-таки самый глупый дебил остается человеком. А самая умная обезьяна остается обезьяной. Почему? Потому что у обезьяны есть нефэш, а у человека есть нефэш? Есть нефэш. Но нет того, что называется «нешама». Это высшая форма души, которая способна связь иметь с Богом, да? Является ли это, тождественно, рог духа человека? Или дух человека имеет связь с физическим телом и образается нешама? Тут уже можно судить по-разному. Но у человека есть нечто, чего нет у обезьяны. Исследуют обезьяны, оказывается, обезьяна может работать на компьютере. Обезьяна может оперировать тремя тысячами слов. Вот курс иврита для первого года это тысяча слов. Для второго года это две тысячи слов. То есть, обезьяна не может говорить слова, да? Но нажимать кнопки изображением, там, банан и так далее, это она все понимает. Три тысячи слов. То есть, оказывается, обезьяна знает больше слов, чем русский Алим, который переехал в Израиль. Знает словно иврития. Да? Делали эксперименты по вопросам памяти, по вопросам сообразительности между шимпанзе и студентами Токийского университета. Как вы думаете, кто победили? Победила команда шимпанзе. Надо попробовать еще студентов Токийского университета, это сравнить с студентами МГБА. Но это уже из области КВН будет. И при всем при этом обезьяна была, если будет кем? Обезьяной. Да? Хотя, я видимо, Бог и создал так обезьяны, даже группы крови похожие, для того, чтобы человек видел, до какого состояния он может дойти, да? Если он не будет с Богом. Правда? К сожалению, вся наша вот эта теория эволюции привела к тому, что людей считают равны обезьян. И это не просто так, это невинная такая теория. До действительности на алтарь служения обезьян и человеку были принесены сотни миллионов жизней. Это и те, которые оставились на полях сражения и были сожжены в печах, стерты в лагерную пыль в лага, расстреляны у придорожных канав, забиты лопатами полпотовцев, раздавлены танками на уходцах Праги. И сколько судеб было искалечено, сколько людей семей народов были лишены дома, родины, веры и надежды на спасение. И, к сожалению, эта гипотеза абсолютно недоказуемая, до сих пор преподается. Можно преподавать как гипотезу, как некую возможность, но нельзя говорить, что это доказано наукой. Наоборот, доказательства науки я сейчас просто не буду приводить, потому что у меня нет времени. Свидетельствует совершенно об обратном. И все творение было хорошим, потому что Бог его сотворил. И творение изменялось шестью днями. Но мы не знаем, были это 24 часа или это каких-то шесть периодов. Потому что день, помните, я вам говорил, в Торе это может быть и сто лет, и может быть тысяча лет. Мы не знаем, но все данные такие показывают, что нет достоверных данных, по крайней мере, больше десяти тысяч лет существования. И если говорить о часах, которые используются так называемые атомные ядерные часы, основанные на периоде полураспада, то физик Киевский Савченко ему дали задание сделать доклад в МАГАТЭ по поводу происшедшего в Чернобыле. Вот. И его вывод не опубликовали и засунули на 20 лет и на 15 лет и только уже в 21 веке этот вывод вышел. А вывод он такой сделал, что то, что произошло в Чернобыле абсолютно точно доказывает существование Бога. Потому что вариант развития событий это был самый благоприятный из всех возможных. Самый худший это 500 километров воронка и заражение незавместимое с жизнью в радиусе примерно до Стокгольма. Но это был самый лучший из самых худших вариантов. И когда он проверил период полураспада различных элементов, которые делали в опытах Кюри, оказалось, что он на 10%, не просто на 1-2%, все радиоактивные элементы на 10% стали более радиоактивными. А многие изотопы, которые не были радиоактивными, они сейчас становятся радиоактивными. То есть он доказал, что мир стремительно к распаду идет. И вот представьте себе часы, которые за 100 лет уходят на 10%. Неправильно. Ну вот за сутки, к примеру, на 2,4 часа либо вперед, либо назад уходят. И мы не знаем, в какую сторону. Можем ли мы этим часами пользоваться? Абсолютно так же мы не можем пользоваться и теми часами, которые используются для определения сроков какого-либо события. То есть изотопные часы. Правда? Хорошо. И чем творил Бог мир? Он творил мир словом. Я еще раз хочу просто очень коротко вам говорить о многом. И вот это великая сила слова. Великая сила слова. Когда сказано Бог сварил словом, употреблено не слово мила, а слово давар. И слово давар великие означает как сказанное слово, да, вот давар мы говорим, медабер, а также и любую материальную вещь. Ну вот например шум-давар ничего, да, а это буквально получается чесночная шелуха. Шум это чеснок, да, шум-давар. Интересно, что в украинском и в русском языке тоже мы видим нечто аналогичное, да. Помните, мы говорим не радиоговорение, а как? Радиовещение. Получается, по радио мы вещи передаем. Правда? Оказывается, слово и вещь, да. Вот. Или мы говорим реченье по-украински, да, но ты маешь, что? Речь, да, ты имеешь какую-то вещь, правда? Вот интересно, что русский, украинский, украинский язык особенно близок и всех арийских языков, и мы как-нибудь расскажем причину этого, потому что украинцы, ну не все, но многие происходят от Авраама, прямые потомки, по крайней мере, западные украинцы точно все. Да, видите, вещь, да, и поэтому слово, оно обладает огромнейшей силой. Просто Бог, по великой милости, не дает исполняться всем нашим сказанным словам, да, и язык наш может благословлять и проклинать, это удивительное свойство человека, что он может одновременно и благословлять, и проклинать, из одного, из того же, что? источника. Нигде такого не бывает. Итак, произнесенное слово обладает властью как в духовном, так и материальном мире. Слово благословение употреблено в Библии в разных вариантах пятьсот пять раз. Пятьсот пять раз. Что означает благословлять других? Записывайте. Благословлять других. Первое. Освещать, совершенствовать с помощью произнесенных слов. Если мы что-либо ненужное или что-либо вредное даже для нас, и мы это благословляем, то мы меняем это свойство, и оно становится полезным для нас, да, и нужным. Итак, первое. Освещать, совершенствовать с помощью произнесенных слов. Вот поэтому мы произносим благословение на пищу. Мы благословляем, кстати, пищу или кого? Бога. В этом есть отличие христианской традиции от иудейской традиции. Так. Второе. Это пожелать счастья и успеха. То есть, я тебя благословляю, да? Нормально это? И третье. Это означает прославить. И чем отличается иудейская традиция от христианской? Евреи постоянно благословляют Бога. А если такой христиан, как же мы можем благословить Бога? Ну, там есть выражение, что верхний благословляет нижнего, да? Но это не написано, что только так. Это безусловно. Высший имеет власть благословлять нижнего. А нижний должен благословлять высшего. И вот поэтому мы должны благословлять Бога. Евреи ортодоксальные, произнося молитвы обычные, принятые в иудаизме, где-то свыше ста раз в день день благословляют Бога. И я хочу, чтобы мы тоже научились благословлять Бога. Благословение меняет обстоятельства. Помните, Яков и Исаав. И они спорили за благословение. И отец не мог переменить благословение, потому что он знал силу слова. А так, ну ладно, я тебя не так сделаю, я тебя сделаю по-другому. Хорошо. Извини, я ошибся. Нет, нельзя. Мы должны благословлять своих детей. Правда? И так кого мы? Бога должны благословлять. Благословлять то, что происходит нами. Мы должны благословлять детей наших, а врагов мы должны благословлять. Да, это есть заповедь, правда? Это заповедь. Благословляйте гонителей ваших и врагов ваших. Благословляйте. Поэтому есть такой принцип благословения. Благослови дело, и оно благословит тебя. Если проклянешь его, оно проклянет тебя. Потому что проклятие тоже обладает силой, да? И если ты даже отказался от этого проклятия, оно перестает действовать. Помните, оно проходит земной, и что? Он за тебя спином. И если ты произнесешь проклятие на что-либо в жизни, это проклятие возвратится к тебе и принесет тебе урон. Итак, благословляй дело, и оно благословит тебя. Если проклянешь его, оно проклянет тебя. Если ты произнесешь проклятие на чью-либо жизнь, это проклятие возрастится к тебе и принесет тебе урон. Если проклятие произнесено, и оно незаконное, не имеет законной власти. Ну, например, кто-то вас проклинает, но вы перед ним абсолютно чисты. Это нормально. Что случается с проклинающим? Проклятие падает на него. Ну, хорошо, но если вы проклинаете человека заслуженно, он убил ваших детей, отравил вашу кошку, забрал вашу Библию, поджег ваш дом, и вы его проклилили. Хорошо? Проклятие на него будет действовать. Но тут уже вступает другой закон. Потому что, если Бог этого человека не умертвил, и даже какой-нибудь маньяк, который живет постоянно, он тоже нужен для чего-то Богу в его плане. Странно, да? Вот маньяк убивает свои жертвы. А я вот смотрел недавно фильм «Секунда до». Не очень хороший фильм там местами, но есть интересные моменты. Видимо, гудать. А остальным людям нужно дорасти до этого фильма. Но, по крайней мере, там есть интересная мысль. Там вот такой маньяк, и есть ангелы, и ангелы спасают разные жизни, но они не спасают жизни тех людей, которых душит этот маньяк. И они не могут убить этого маньяка. Почему? Потому что маньяк для чего-то нужен в Божьем пламени. Оказывается, у этого маньяка есть больной ребенок, и он должен быть отцом этого ребенка. Удивительные бывают Божьи вещи, правда? Итак, если человек какую-то совершил вещь для вас, согрешил перед вами, и Бог его не казнит, а вы его проклинаете, и вы передаете на него болезни, и все это, но Бог, может быть, имеет по отношению к нему какой-то план, чтобы он покаялся. Кем вы становитесь? Вы становитесь Бога противники, вы становитесь судьями Бога. Бог вершит свой суд и решает так, но вы считаете, что его суд неправильный, и делаете свое. То есть проклятие будет действовать на него, потому что оно заслуженное, но это проклятие будет и действовать на вас, хотя и в меньшей силе. Поэтому бойтесь проклинать, честно. У меня есть такой дар проклинать и благословлять. Поэтому я сейчас стараюсь благословлять. У меня как Белиама такой вот дар. И вот видим, что надо абсолютно, мы имеем свободную волю, проклясть что-либо и благословить. И если мы проклинаем своих гонителей, то мы проклинаем частично и себя. Если мы благословляем, то мы открываем возможность действия Божьего в этих людях, и в своей собственной жизни. Бог, как сказано, десятью творениями сотворил мир. И он говорил так. Так, первое, значит, это что? Сказал в начале творения. «По этому повелению были сотворены небо и земля». Да? Творение сотворил Бог небо и землю. И по слову Гошема были сделаны небеса. Второе творение. «Когда Бог, Дух Божий, витал над поверхностью вод». Значит, первое, сотворена земля и небеса, то есть физический мир и мир духовный. А воды, значит, тоже были сотворены? Откуда-то они взялись, да? Что такое вода? Может быть, это неорганизованная материя. Может быть, это жидкость, это не только вода, которую мы пьем. Представьте себе, да? Различные жидкости, тоже, боже словом, вода. Даже магма и то, что было сначала жидкое, а потом затвердело, можно словом вода объяснить для человека, который не знает ни химии, ни физики, ни одного класса не окончал. Правда? Итак, это третье. Это второе. Третье. Третье. «Сказал Бог, да будет свет». Дальше. «Сказал Бог, да будет твердь». Потом сказал Бог, да соберутся воды. И мы знаем, что вначале был един материк, да? И этот материк потом уже разделился на другие. И как раз подтверждает все это современная наука. Потому что 19 век, начало 20 века говорили, что наука, она опровергает Библию. Но в действительности наука подтверждает Библию. «Да соберутся воды». А потом, да покроется земля травой. Потом, да будут светило. Да будут светило. А если не было солнца и луны, кто же освещал? Сам Бог был свет. И мы видим, что в конце тоже, оказывается, не будет ни утра, ни вечера, не будет ни луны, ни звезд. Но кто будет светить? Сам Господь будет светить. «Да населятся воды в изобилии. Да произведет земля тварей живых». И последнее слово – это сотворим человека. Сотворим человека. Хорошо. И вот человек – это самое удивительнейшее существо. Мы говорили об ангелах. Вот ангелы, которые повержены на землю, но они могут ходить там в Божье присутствие, но они там не живут. Если бы все ангелы, которые живут под землей, полезли бы сюда, и эти демоны тут ходили по улицам, и мы их видели. Ой-вей. Да? Они выполняют волю Божью в тех границах, какие есть. Бог попускает им действовать. Вот. Есть существа, мы говорили, этого мира, да? Духовные. Вот. Небесные, земные и преисподние, да? Вот. Я вам таблицу рисовал, я сейчас не буду говорить. И есть высшие ангелы. Высшие ангелы, да? Вот Серафим – это действительно семножественное число. Один Сераф – ангел. Они имеют шесть крылья. Нужны ли ангелы крылья, чтобы передвигаться? Нет. Это просто означает, что они могли быть в трех мирах, да? По паре крылья. В высших мирах присутствия Божьим, в земле и атмосфере, и где? И в подземелье могли существовать. Ну, может быть, только эти высшие ангелы. Но человек, оказывается, существует в физическом и в духовном мире постоянно. Вот я нарисовал, видно? Такую таблицу человека. Да? Человек находится в физическом и в духовном мире. Я вам потом как-нибудь проведу подсчет. Вот мы в прошлом году подсчитывали, какая часть человека находится в физическом мире. Оказывается, настолько ничтожно, настолько ничтожно, да? Что это все равно как три копейки от ста миллионов. А остальное все находится в мире духовном. Но почему же мы не видим этого духовного мира? Видел духовный мир Адам? Да? А потом Бог поставил границу. В нормальных условиях функционирует только 4% мощности мозга. Да и те направлены на познание в основном физического мира. Большую часть сознания осуществляет функцию познания духовного мира блокировано Богом после согрешения Адама. И все равно человек, это единственный из всех существ, творенное Богом, имеет возможность плодотворно жить одновременно и в духовном, и в физическом мире. Но для того, чтобы человек своим духом не влезал в такие дебри страшные, да? Бог поставил ангел с обращающимся мечом. Что значит обращающийся? Некоторые говорят, что обоюдоострый вещь, да? С другой стороны, как вы думаете, физический меч может разрубить ангела? Железный меч, вот вы говорите, нет? А если духовный меч, который рубит ангела, можно ли его разрубить у вас? Нет. Один для того, чтобы рубить в этом мире, другой конец поверхности для того, чтобы рубить в духовном. Это ангелы пограничия. И всякий, кто пытается пролезть каким-либо способом в духовный мир, он кто? Вор и разбойник. Правда? Еще интересно, что никакой реальной такой вот указаний на потустороннюю жизнь мы не имеем. Да? Как оно устроено там. И вообще Тора даже об этом пятикнижьях умаш не говорит. Интересно, что евреи жили в Египте, где все было насыщенно мертвым, да? И человек с самого начала, он уже стремился к тому, чтобы собрать деньги, чтобы его сделать мумию, похоронить в какой-нибудь гробнице, а лучше еще отдельную пирамиду иметь, чтобы сохранился, хоть что-то сохранилось, да? Они, наверное, тоже верили в воскресенье. А что же происходит с теми людьми, которые сгорают или погибают в море, да? Их съедают всякие животные, кости растворяются. Что же с ними происходит? Видите, у Бога есть свой компьютер. У Бога есть своя матрица, по которой Он создаст человека. И это необязательно иметь что-то, какую-то опору в этом физическом мире. Итак, записали, что человек, да? Единственный из всех живых существ, сотворенный Богом, имеет возможность плодотворно жить одновременно и в духовном, и в физическом мире. И почему? Потому что Бог вдохнул его рох, да? И стал человек душою живою. Нефиш хая. И в человеке есть нефиш хая. Такая же душа, как у животных, да? У кошки, у собаки есть разум? Да, воля есть? Есть. Некоторые кошки и собаки умнее своих хозяев. Воля идея есть? Есть. Еще какая? Кошки у нас, меня пытаются строить, а мою жену так уже... Там я объяснил, как с ними поступать. Да, вот они такие хитрые, я вам как-нибудь расскажу. Я говорю, позвольте животному какому-нибудь иметь над собой власть. Оно ужасно будет. Оно будет стремиться захватить власть в вашем доме. И собака, и кошка. Оно будет стремиться управлять вашими хозяевами. Своими хозяевами. Воля у них есть. Эмоции есть у них? Ну, еще какие. Да, они и мурчать могут, да, и кричать могут. И так далее. Я сегодня смотрю и думаю, вот мои кошки. Они иногда молятся как баптисты, а иногда как харизматы. Да. Вот иногда кошки сидят, на тебя просто смотрят. Смотрят они, на тебя смотрят. Молчат. Смотрят. Ну, просто твоя душа не выдерживает, и что-то даешь. А иногда так кричат. Бегают, прыгают и скрывутся. Интересно на него наблюдать. И мы видим, что человек единственное существо, которое создано по образу и подобию Божьей. Буквально там написано. По фотографии и по картинке Божьей, да? Фотография – это точное копирование изображения. Ну, мы не знаем, как выглядит Бог, но еще. Кто говорит? Да? Что тот, кто видел меня, тот видел что? И отца, да? А Иешуа не отличался. Он не был какого-то шестиметрового роста, или у него пять рук было, или три ноги. Правда? Его даже от его учеников нужно было какой-то знак сделать, чтобы отличить. То есть, и с другой стороны, видите, когда говорится тмуна – картинка. И когда художник создает картину, чем картина отличается от фотографии? Картина бывает очень не похожа на свой образ, который нарисуется. Но художник вкладывает нечто в душу, душу свою. И образ Божий – это есть выражение взаимоотношений. Это есть взаимоотношения. Потому что… Интересно, что Бог сотворил, да? И сказано Адама, а потом что? Мужчину и женщину сотворил их. 1.27. Интересно, некоторые говорят, что Адам первоначальный имел мужское и женское начало в себе, да? И когда Бог сотворил человека, Он сказал, что это нехорошо. Оказывается, человеку нужно нечто большее, чем животное, да? Животное просто плодитесь, размножайтесь. Если бы выразить животные гермафродиты, да? Мог бы человек размножаться таким способом? Мог бы. Но, оказывается, человеку нужны взаимоотношения, да? И вот для этих взаимоотношений Он создал негет. Видите, интересно. Негет – это как помощница, как мы говорили, значит, под стать мужчине, женщину. Или против. В зависимости от того, какие у них будут отношения. Они могут быть вместе, но они могут быть что? И против друг друга. И создал из чего? Из ребра, да? Из ребра. Ну, говорят так. Перед тем, как приступить к творению женщины, Ашем решал вопрос. Из какой части тела Адама его выделить? Сначала подумал. Не сотворю я его из головы, иначе она будет высокомерна. Не сотворю я ее из глаз, иначе она будет любопытна. Не сотворю ее из уст, иначе она будет болтлива. Не сотворю ее из его ушей, иначе она будет подслушивать. Не сотворю ее из его ног, иначе она будет склонна к заигрыванию. А сотворю я из сокрытой части тела, из ребра. Одна должна быть скромной. Но, несмотря на это, женщина все равно и этими отрицательными качествами тоже владеет. Правда? Хорошо. И видите, когда Бог сотворил женщину, мужчину, он слепил. Я царь, да? Адама. А когда он женщина, он ее сконструировал. Он ее особым, особым образом, да? И ее сконструировал. Но, когда вот мы говорим о слове я царь, Бог, видите, он сделал что? Сделал еще слово царь, означает инстинкты, склонности и задатки. То есть, какие-то задатки заложил Бог человека. В Адама и в Еве. И говорят еще, что муж на иврите Иш, жена Иша. И здесь присутствует имя Божье. У одного ют, да? У другой гей. Но если отнять у обоих, то получается что? Эш. Эш. И когда Бог всесильный создал человека, он дал ему разные заповеди. Владитесь, размножайтесь, владычествуйте над землей. И сказал, не ешьте, да? Не ешьте одна отрицательная заповедь. Но женщина эта заповедь нарушила, да? И вымучила мужчину. И змей был хитрее всех земных животных. Когда употребляется слово Нахаш, мы можем опять-таки толковать в прямом смысле Тору, что это был змей, да? С другой стороны, Нахаш – это нечто внутреннее, нашептывающее. Что-то нашептало женщине. И что сказал змей? Афки. Не уж-то. Афки Амар Эл-Агим. Значит, тут может быть вопросительная интонация. Например, как риторический вопрос, как переводит Анкелус. Неужели сказал Бог? А некоторые говорят, в словах Афки находят пренебрежение. Дескать, даже если и сказал Бог что-то, так что с того? Да? И ответила женщина, плоды всех деревьев в садом мы едим, но плода дерева посредине сада. Сказал все сильный. Не ешьте от плодов и не прикасайтесь к нему. И вдруг умрете. Вдруг умрете. Интересно, была заповедь не прикасаться? Нет. Но кто это за заповедь, скорее всего, сделал? Адам. Потому что он сделал ограду. Да. И женщина усилила. Говорят, если она прикаснулась случайно к этому плоду и оказалась живая, она решила, что все, это не так страшно. Да? И увидела женщина, что голоды этого дерева превосходны для пищи. Оно вожделено для глаз. И пристила это дерево для ума. И взяла от плодов его поела. И дала также мужу своему. Что значит поела? Если мы что-то хава, она схавала. Английское. I have. Если что-то схавать, она становится внутри меня. Она становится внутри меня. То есть, стала моей сущностью. И вот это познание добра и зла, да, стало сущностью Евы. И видите, она увидела. И это какой был? Авон грех, да? Авон. Что оно приятно и хорошее. И это был грех авон. И мы говорим, бета-авон, да, приятного аппетита. Поэтому бета-авон, будь в авоне. Значит, кто в первом, наверное, сказал приятного аппетита змей. Да? И что оно приятно для чего? Для ума. Для ума. И стремление быть умным. И быть умнее Бога. И самим решать. Это что есть? Это бунт против Бога. Правда? И она его съела. И еще хэт. Хэт, мы говорим, это ошибка, да? Но ошибка, скорее, сказал Адам. Говорит, я ошибся, понимаешь, Бог. Я ошибся. Потому что вот эта женщина, которую ты мне сотворил. Сначала змей, вот этот гад. Мне подстроился. А потом Адам говорит, это все женщина, которая сотворила. Она говорит, а это гад, который все это сделал, да? Зачем оказался виноват Бог. После всего. Вот интересно еще. Когда увидел человек, что он нах, голос свой слышал я в саду, испугался. Потому что я нах и спрятался. Слово эрум означает голый, обнаженный. Но также означает и хитрый. Потому что какой был? Арум. Арум, эрум. Это только разница в огласовке. Змей был хитрым. И оказался Адам какой голый. У змея есть какая-то шкура. Змей голый, да? И Адам стал голый. То есть, какая природа стала Адама? Такая же, как и у змея. Правда? Хорошо. Но Бог нашел выход. И он совершил жертвоприношение, да? Он совершил жертвоприношение и одел. И говорят, был Адам. Почему он не стыдился? Хотя был голый. Он был Баор в свете. Но он оказался Баор. В шкурах. Первое Алиф. Второе Айн. Еще вот что интересно. Греческий эпос говорит о том, что человек как научился пользоваться огнем? Да, Бог Бунтарь, Прометей, можно сказать, Сатан, неизверженность небес, принес человеку огонь. А вот иудеизм, огню человека научил Бог. Когда первый раз был зажжен огонь, когда была принесена жертва, да? А почему была принесена жертва? Ел мясо кто-то от этой овцы, из шкур которой приготовил Бог одежды? Нет. Они были сожжены. И можно сказать, что это было первое жертвоприношение. И какое это было жертвоприношение? Алла, потому что жертва была сожжена, что? Целиком, да? Кроме шкуры и внутренности, которые обычно занимаются. Хорошо. Перерыв.